Надо открыть вентиля, чтобы пошла вода. Вот эти боковые. Средники трогайте вообще. Прослушали инструктаж и сразу в бой. Ребята из 74-й школы в считанные секунды разматывают пожарные шланги. Задача сбить мячи, закрепленные на столбах. Тимур Панин признается, было непросто. Сложность была в том, чтобы это все на время пройти и соединить все правильно. И правильно, чтобы еще вода пошла. Не так вот, чтобы она мимо полилась, а главное, чтобы в соединении шланга правильно прошло. Военно-спортивная игра «Вымпел» собрала старшеклассников из семи школ Куйбышевского района. Сначала ребят проверили на знание правил ОБЖ и оценили их физическую подготовку. Стадион «Буровик» превратился в настоящий военный полигон. Здесь и стреляют, и разбирают оружие, и надевают на скорость химзащиту. Финальный военный этап эстафеты. Для ребят самый ответственный. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как их подготовка? Ребята подготовлены хорошо, молодцы. Проявляется у них и смекалка, и военные уже способности. То есть ребята, в принципе, уже хорошо готовы. Попасть точно в цель, спастись от задымления и ядовитых веществ, вовремя среагировать на опасность. Все это пригодится, если придется встать на защиту страны, говорят ребята. Ответственность, чтобы правильно собрать автомат, чтобы он работал потом правильно, стрелял, сбоев не давал. Допустим, во время боя тебе даст осечку и все, и что и как делать. С врагом на один на один стоишь, и у тебя осечка, и все. Зависит твоя жизнь. Эта игра направлена на патриотическое воспитание среди молодежи, так как парни – это наше будущее, наша защита. Через какое-то время все они пойдут служить в армии, и мы хотим, чтобы они посмотрели, с чем им там придется столкнуться. Военно-спортивную игру в последний раз проводили пять лет назад. Теперь в Куйбышевском районе традицию намерены возродить. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.